Детская школа искусств имени Виктора Владимировича Ковалева богата детскими талантами. Они раскрываются и расцветают на радость заботливым родителям и преподавателям в любое время года. Учащиеся и преподаватели – частые призеры городских, областных, всероссийских и международных конкурсов. Наши воспитанники регулярно демонстрируют свои таланты не только в городах России, но и далеко за ее пределами. За прошедший учебный год ребята значительно пополнили общешкольный комплект наград кубками и лауреатскими дипломами, приняв участие в 164 очных и заочных конкурсах различного уровня, 72 международных, 47 всероссийских, 24 областных и региональных и 21 городских конкурсах, проходивших в городах Москва, Санкт-Петербург, Минск, Краснодар, Казань, Самара, Прага, Барселона, Рязань, Вологда, Ижевск, Стокгольм, Бак-Ям, Суздаль, Калининград, Челябинск, Волгоград, Пенза, Омск, Курск, Уфа, Ульяновск, Алтайский край, Сочи, Глазов, Зеленодольск, Череповец, Киров, Рыбинск, Ярославль, Энгельс, Саратов и завоевали 406 призовых мест. Путь к успеху не бывает легким. Представлять честь школы всегда ответственно и почетно. И ребята справляются с такими заданиями лучше, чем на отлично. Важно помнить одно – дух соревнований укрепляет веру в собственные силы и талант, закаляет, окрыляет и вдохновляет на новые победы. Людям творческим хорошо известно, как важны для профессионального роста публичные выступления. Особенно это касается поколения юных. Молодые таланты, воспитанные в детской школе искусств Ковалева, со своей неповторимой энергетикой дарят творчество людям на различных городских концертных площадках, в школах и детских садах. В рамках многочисленных творческих проектах создают пространство творчества вместе со студентами и преподавателями Саратовского областного колледжа искусств, с работниками библиотек и музеев. Каждое мероприятие превращается в праздник творчества, на котором учащиеся дарят свои таланты зрителям, получая в ответ аплодисменты, переживая радость успеха на сцене. К сожалению, в связи с пандемией, в прошедшем учебном году массовые мероприятия были ограничены, и большая часть концертной деятельности школы проводилась в режиме онлайн. Но, несмотря на ограничения, в школе было проведено 77 культурно-просветительных мероприятий. Начало учебного года – самый первый из школьных праздников. По сложившейся традиции эстафету знаний старший учащийся символически передает первоклассникам, посвящая их в юные таланты. Этот праздник расцвечивается в фантастические волшебные тона. Сказочные герои приветствуют своих новых юных друзей. Они рассказывают, чему можно научиться в любимой школе, если стараться изо всех сил. Новый учебный год и новый календарный год, пожалуй, нет других праздников, которые дети ожидают с таким нетерпением и встречают столь радостно. В новогоднем вихре чередуются праздничные концерты, сказочные представления, в которых актерствуют и учащиеся, и преподаватели. А какие выставки своих художественных работ оформляют учащиеся отделения изобразительного искусства? Выставки Рождество, Новый год в стране сказок, новогодняя открытка. Даже самые маленькие ученики принимают участие в новогодних выставках. Любимы школьниками и праздники, адресованные в большей степени старшему поколению. Концерты и выставки, посвященные Дню Матери, Международному женскому дню 8 марта и Дню Победы. Они стали доброй школьной традицией, своеобразной творческим выражением чувств глубокой благодарности ко взрослым. Патриотическое воспитание учащихся приобщено к общественной жизни родного города, его истории и культурным ценностям. Программа концертных выступлений и выставок всегда обновляется ко дням торжеств по случаю праздников Дня города и Великой Отечественной войны. 28 апреля в концертном зале школы состоялся тематический вечер встречи ветеранов, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и ветеранов космодрома Байконур, посвященный 60-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Ветераны делились своими воспоминаниями с учащимися школы. Учащиеся отделения изобразительного искусства подарили им созданные своими руками тематические открытки. В рамках этой встречи для всех присутствующих был показан спектакль под названием «И помнит мир спасенный», подготовленный преподавателями и учащимися школы. Театрально-сценическое направление играет огромную роль в воспитательной работе. В школе созданы коллективы «Детский театр Алые паруса» и «Театр преподавателей ШИК». Актерская игра для ребят не только забава и развлечение, но и сфера творчества, способствующая эмоционально-интеллектуальному развитию. А преподаватели на сцене – яркий пример для подражания – укрепления авторитета. Нередко осуществляются постановки спектаклей с смешанным составом, что создает условия для более тесного творческого контакта преподавателей и учащихся. Эстетическое внутреннее убранство школы, комфорт неказенного учреждения, духовный микроклимат в школьной жизни – таковы благоприятные условия эстетического воспитания, оптимизирующиеся из года в год. Администрация школы выражает огромную благодарность родителям наших учащихся, которые принимают активное участие в развитии и укреплении материально-технической базы школы. Благодаря вам, уважаемые родители, в истекшем учебном году были приобретены музыкальные инструменты – фортепиано и балалайка. Отреставрировано пять аккордеонов. Приобретены многофункциональные системы в количестве трех штук. Звукоусилительная техника, беспроводные микрофоны, пошиты хореографические костюмы для эстрадных танцев в количестве 20 штук. Сапоги сценические народные – 8 пар. Приобретены хореографические станки и гимнастические скамейки для двух хореографических залов и проведены ремонтной работой в этих залах. Мы хотим, чтобы наши воспитанники чувствовали себя уютно и комфортно в школе. Наши дети должны обладать тонкой культурой чувств и хорошим вкусом. И ради этого стоит трудиться, не покладая рук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова